На первом занятии говорил, подогревая интерес студента к постановке диагноза, вы тем самым в процессе занятия способствуете тому, чтобы он говорил, обсуждал, работал с командой раз. И второе, чтобы он прочитал эти вопросы, чтобы он выучил эту тему. Студент думает, что для него самое главное это достичь результата какого-то, поставить правильный диагноз. Это может быть и хорошо, по сути дела, но с другой стороны, главный момент проблемно-ориентированного обучения это дать знания, научить студента искать информацию, научить общаться со своими коллегами, научиться взаимодействовать в группе, какие-то мнения свои высказывать. Ведь есть студенты, которые, знаете, очень редко доходят до них слова. Они вот сидят, как сидели, так и просидели весь год на задней парте. А здесь так не получится. Здесь каждый студент, он личность, он какое-то вносит мнение, какое-то что-то сказал, его поощрили, его похвалили, это здорово. Пожалуйста, ваши вопросы, ваше мнение, почувствовали ли вы себя немножечко докторами сегодня, что вы там что-то, не знаю, лечили пациента. Пожалуйста. Хорошо. Все понятно, благодарим вас, несмотря на то, что вы заболели. Вы меня вылечили, столько, столько красивых женщин, я прям этот, я не могу прям расслабиться. Спасибо, Айгуля Мангазиновна, что-то вас не вижу только я. Вы отключили камеру, да? А вот, все, появились. Спасибо большое. Благодарим вас, очень интересно, заинтересовала полностью, хочу работать по этой методике. Давайте, давайте будем, я помогу. Еще, вам такой вопрос, это может быть так, в целом, касается всего нашего университета. Вот в нашем университете языковой подготовки не будет на первом курсе, ее хотят передвинуть на второй курсе. Нет, если даже не на третий-четвертый, я слышал, что третий-четвертый курс, возможно. Да, да, да. Но нам непонятно, и мы считаем, что очень много студентов приезжает вообще неподготовленные, которые вообще не обучаются даже русским языком. У нас есть студенты из отдаленных сельских местностей. И вот проблема в этом. Как же так будет обучаться на практике? Я считаю, что это неправильно. Вот мне бы хотелось узнать ваше мнение по этому вопросу. Значит, смотрите, ну я думаю, что, во-первых, это пока еще как бы до конца не решено, я думаю, все-таки будет каким-то образом обсуждаться, да. Дело в том, что это коснулось ведь не только вас, это коснулось и нас в том числе. Физиологию, например, нашу физиологию ставят на первый курс теперь, с 1 сентября. То есть, вы говорите языковой, ладно, барьер еще как-то с ним можно, переводчик достать. А у нас, представляете, физиология предмет, который основан на анатомии. Если студент не знает анатомию, то есть строение, он не может изучать функции этого органа. Так же, да? А нам ставят с 1 сентября физиологию. То есть, мы сразу должны его учить, как работает сердце. А он не знает, как оно, из чего оно состоит. Ну, то есть, это дуристика, да, это дуристика полная. А здесь я вообще не знаю, я вообще считал, что языковые курсы, вообще, вот эти вот предметы, они должны идти до всех предметов. Только пришел первые годы, нужно учить языки, нужно учить философию, историю и прочее, прочее. И только потом начинать изучать. Ну, не знаю, во всем мире, по-моему, так делается. Почему у нас именно так решил? Ректор наш решил так. Он, говорят, сказал, все гуманитарные дисциплины, историю, философию, социологию, языки, все перенести на третий, на четвертый курс. А вот на первые курсы поставить более клинические предметы, что ли. Я так думаю, что со временем, уважаемые коллеги, нас вообще так отодвинут и скажут, не нужна теория вообще врачам. Но, во всяком случае, у ректора такое отношение. Он несколько раз уж заявлял, что теоретические предметы не нужны, латынь не нужна, казахский не нужен, русский не нужен, учите все английский и практикуйтесь врачами. Ну, это глупость, конечно же. Я сейчас скажу, вот у меня, например, на протяжении вот наших вот этих занятий, которые вы проводили, все время в голове вот сидела мысль об эрудиции детей. Вот как раз пибел, мне кажется, это тот метод преподавания, когда развивает эрудицию детей. А вот эрудиция, она без языка, без вот каких-то там вот других знаний, да, со стороны психологии, мы говорили, да, да, просто вот даже ботаника, вот, например, там, да, вот, ну, вот вообще взять, там, математика, она в медицине очень нужна сильно. Та же музыка, про которую я говорила. Вот как раз, мне кажется, вот пибел, это как раз тот вариант, когда он именно эрудицию наших будущих докторов будет развивать, которая так необходима. Я вот своим деткам говорю всегда на уроках, что Макаренко умел 15-20 раз по-разному зайти в кабинет и поздороваться. И каждый раз у него какая-то эмоция, и я им говорила, когда пациент открывает дверь, вы уже должны по открыванию двери чувствовать, кто к вам заходит с каким вопросом, и уметь правильно приветствовать, там, у вас уже 20, там, в запасе должно быть вариантов приветствия, не только слов, но и вот каких-то там выражений, да. Я им говорю всегда о телодвижениях, вот, в людей есть целая наука, вот, прошу их вот это все изучать. Вот мне очень интересно вот это было, вот, почувствовать и понять, что все-таки вот эта методика, она вот хорошо эрудицию детей развивает. Это правда, это правда. Я же вам говорил, это не столько знания, не столько знания, сколько вот умение общаться, разговаривать. Для врача это очень важно для врача. И потом, видите, сейчас, да, сейчас нас требуют вот эти статьи скопус, какие-то акты внедрения, какие-то разработки, научные проекты. Это везде ведь основа язык, русский язык, казахский язык, английский язык. То есть, когда с главного корпуса приходят какие-то бумаги, и там написано, уважаемые завкафедры, все, я даже вот читать дальше не могу эту бумагу, вот, честно. Или пишет там мне, недавно мне написал Аким, куреш, извини, но я, ну все, я думаю, блин, он сидит Аким, неужели он не учил русский язык? Это причем, знаете, русскоязычный Аким, не казах, и не в казахской школе учился, он русскоязычный, он пишет мне, извини, или пишет, не это я, а это я. Недавно я вот смотрела какой-то фильм, 86-го года, там советские иногда фильмы специально пересматриваю, и там внизу пишут люди в отзывах. Вот посмотрите, говорят, отзывы тех людей, которые учились в Советском Союзе, все идут без ошибок грамматически. Да, да, да. А уже современные фильмы, а даже вот это, ну я думаю, вот эти вот методики, о которых вы вот говорите, они как раз, может быть, интересы к языку пробудят у детей. Потому что если мы вот будем языковые какие-то моменты развивать вот через вот эти вот приемы, было бы тоже, наверное, где-то интересно. Хотя мы этим всем занимаемся, все очень по-большому счету. Да, 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 я тоже так думаю. Элементы мы используем, элементы. Обязательно, да, я уверен. А вот вы говорите, что вам нравится, да, ПБЛ, а что-таки, вы педагог, видимо, внутри, не врач скорее, а учитель, поэтому, наверное, вам это нравится. Нет, ну если языки собрались на 3-4 куры переводить, они сейчас у нас на первом курсе не могут излагать свои мысли элементарно. Вот спроси у них, что такое ручка, скажите просто, что такое ручка, объясните. Они мне говорят, мы знаем, мы не можем высказать, мы не можем объяснить, понимаете. Они не могут излагать свои мысли. А именно вот у нас там на русском, на языковых вот предметах таких, да, на гуманитарных, они учатся именно говорить и самое главное, излагать свои мысли. Не могут абсолютно изложить свои мысли. Согласен абсолютно с вами. Гульхана Гербановна, отвечая на ваш вопрос, скажу, да, я больше учитель, чем доктор, вот это честно. И я с самого детства всю улицу собирал у себя, сажал их на табуреточки, давал им задания и оценочки им ставил. Я всю жизнь мечтал быть учителем. Единственное... Но это вы прям как поздинник, знаете, такой великий культуролог есть сейчас, очень современный, посмотрите его лекции. Вот он тоже, оказывается, в 14 лет, еврейский мальчик со скрипкой ходил в тюрьму к своим ровесникам. И там играл и рассказывал о музыке. Вот прям напомнили мне. Как еще, расскажите, это кто? Хазинник. Хазинник, Казинник. Посмотрите, пожалуйста. Очень интересные вещи. И еще, пожалуйста, поскольку меня вчера сбила температура, я забыл про название вот этого монаха. Напомните мне, пожалуйста. А, это Шарма, Шарма. Монах, который продал Феррари. Но у него есть еще интересное произведение, кто заплачет, когда ты умрешь. Там у него много разных произведений. Шарма, да? Это, знаете, уже 20 лет назад эти книги были. У меня дети еще в 14 лет читали. В смысле, мои дети. Они старые книги, это все. Жалко, Шарма. Сейчас очень много интересных вещей есть. Сейчас почитать. Вот я, например, со старшими второй-третий курс в Уральске работала. Во все читали, наверное. Возлюби болезнь свою. А, технильников, да, да, да. Возлюби болезнь свою. Там есть несколько вот у него приемов таких вот. Ну, там большая книга. Я тоже его пять книг прочитала. Но вот это фундаментально тоже очень для будущих докторов. Но сейчас, к сожалению, к сожалению, сейчас дети читают очень редко. Ладно, дети. Я даже у себя на кафедре... Ну, читает, ну, читает. Ну, читают, читают. Я на кафедре у себя спрашиваю. На кафедре у себя спрашиваю. Вот преподаватели сидят, 15 человек. Я говорю, какую последнюю книжку прочитал кто? Даже не последнюю. Вообще не могут назвать. Вот книгу какую-то художественную литературу. Да когда нам некогда нам... Ну, это глупости некогда. Всегда есть время что-то почитать. Ну, к сожалению, молодежь... Ну, сейчас видите, так к сожалению устроено, да. Ну, можно другие варианты находить, брать вот информацию. Сейчас аудиокниги очень интересные. Я вот на курорт уезжала, я перечитывала те книги, которые я там на курорте слушала, потому что те же тяжелые книги забирать с собой в чемодане. В принципе, можно по-разному сейчас. Да. Слатна, ты убегаешь. Куреш Малыч, мы вас прямо заговорили. У вас температура... Нормально все. Знаете, с вами разговаривать можно долго. Поэтому, что у нас там за домашним заданием или какое-то... Значит, я хочу, чтобы вы сейчас просто сказали отзывы свои, все, что понравилось, что не понравилось, что улучшить, что ухудшить, все. Домашнего задания не будет. Завтра я просто... Больно хорошо. Да, я вам завтра просто ссылочку скину. Так, у нас никто здесь? Кто-то появился? Нет? Снова. Жанна, Зина. Нет. Нет. Тогда завтра 18.00, да? Да. Ну, вы... Как по вчерашней схеме 18.00. Да-да-да. Сегодня мы с вами, по сути дела, завершаем. По умолчанию. По умолчанию, да. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Еще кто-то может быть что-то... Спасибо. Большая заход. Спасибо. Призвалась. Да-да, Жанна Семеновича у нас пришлась. Можно я как-то просто скажу? Да, пожалуйста. Тоже мне очень безумно понравилось на ваших занятиях. Я хотела узнать, можно в сентябре месяце напроситься на ваше занятие какое-нибудь, посетить вот по этой методике. Непременно. Без вопросов. Потому что теория это одно, а когда... И то, что мы проходили сегодня на практике, это действительно хорошо сыграно нами. Вы поняли, я так считаю, теоретический материал. Вот увидеть, как вы профессионал все-таки в этом... Без проблем давайте. У нас практически каждое занятие... Я сейчас практически каждое занятие включил в календарно-техническую планку. Я прошу, Жанна, а я буду на занятиях к вам. Да-да. Почему? Особенно Айгульман Газиевна, филология рядышком, можете вообще приходить хоть каждый день на занятия. А вы на 40-ке сидите, да? А? Все понятно. Вы на 40-ке сидите? Да-да, конечно. Все понятно. 6-й этаж. 40-ка, 6-й этаж. С коллегами как раз придете со всеми одногруппницами вашими. Все рядышком мы на 6-м, на 5-м этаже. Пожалуйста, еще, уважаемые коллеги, какие вопросы, может быть, есть, пожелания, мнения? Если нет, я благодарю вас всех за участие в вебинаре, в семинаре. Хочу вам сказать, что это один из лучших, несмотря на то, что он не живой, а онлайн. Один из лучших вебинаров, который был на моей памяти за эти 5 лет, которые я провожу эти вебинары. У вас очень эрудированная группа. Вы на каждом этапе занятия, занятия сегодняшнего просто, ну, были на 100%. Если бы я вас не останавливал, вы бы еще долго обсуждали и разговаривали. Спасибо вам большое. Желаю всем быть здоровыми, здоровья вам крепкого. Желаю, чтобы у нас в ВУЗе все наладилось, пришло в норму, потому что сейчас есть очень много проблем и с зарплатой, и с занятиями, и с планами, чтобы у нас было все хорошо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. 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 Продолжение следует...